Всем привет в новом видеоуроке о программе Vegas Pro. И сегодня мы с вами разберем все новые фишки, а также обновления и улучшения недавно вышедшей версии Vegas Pro 19. Итак, первое, что бросается в глаза, это совершенно новый дизайн иконки на рабочем столе после установки программы Vegas. Как по мне, по сравнению с предыдущими версиями, не очень. В отдельных видеоуроках мы обязательно с вами рассмотрим все новые возможности более подробно, а сегодня будет общее обзорное видео. Запускаем программу. При запуске программы также удивило стартовое окно с вот таким вот тайм-кодом. Респект разработчикам за этот дизайн. При загрузке программы Vegas очень приятно удивил внешний вид самого интерфейса. Он стал более темным и таким, скажем, более профессиональным. Для тех, кто любит Legacy Style, можно перейти в раздел Options, Preferences, в разделе Display поменять на старый добрый 17 или 18 Vegas. Ну а для тех, кто ценитель и любитель Sony Vegas 13 версии, можно поменять на дизайн, который называется Wide. Я же оставлю этот дизайн, мне он, в принципе, нравится, очень приятный. Что также бросается в первую очередь в глаза, это измененный дизайн иконок. Они совершенно стали выглядеть по-другому, как снизу, так и сверху, как мы видим. Что, в принципе, очень, как по мне, качественно и интересно. Стало как-то более по-современному в программе Vegas. Если перейти в какую-нибудь вкладочку, например, Transition, то мы видим, что у нас поменялся дизайн отображения самих плагинов. У меня открыта также 18 версия программы Vegas, и мы видим, что здесь более устаревший дизайн самих плагинов. Если перетащить видео на монтажный стол, то можно увидеть, что поменялся дизайн кнопок панорамирования. Он стал располагаться внизу, а также кнопочки добавления различных видео спецэффектов. Немножко непривычно, как по мне, так как раньше он всегда располагался у нас сверху. Также очень сильно изменилась панель Color Grading. Наибольшим дополнением стало появление цветовых колес. В 18 версии Vegas, например, здесь были обычные ползунки. Теперь этот инструмент стал более профессиональным. Что еще меня удивило, это добавление лут-фильтров. Теперь уже имеются различные встроенные лут-фильтры. Причем их очень много, около 20 штук, которые вы можете выбирать, настраивать и использовать в ваших видеоклипах. Это большой плюс. Есть ряд замечаний по HSL. Как вы видите, здесь у нас всего лишь три инструмента для корректировки оттенка, насыщенности, яркости. Но, например, нету контраста до сих пор. Хотя для колористов это очень важно. Ну и также большое замечание по цветокору. Это то, что мы по-прежнему можем добавлять цветокор на весь клип. А хотелось бы все-таки добавлять цветокор на отдельно взятую дорожку. И потом копировать его, например, на другой клип. Помимо цветокора переработали и Project Notes. Раздел, который в 19-м версии стал намного полезнее, чем он был до этого. Особенно, когда над проектом стало работать несколько человек и нужно передать заметки, где конкретно нужно что-либо изменить. А также, когда у нас работает связка заказчик и исполнитель. То есть теперь, став на позицию курсора в какое-либо место, я могу добавить эту заметку. Как вы видите, появляется вот такая заметка. Я могу сделать описание этой заметки. И, как вы видите, сохраняется на таймлайне этот момент. И теперь, где бы я ни был курсором, я могу всегда перейти на эту позицию, где мне нужно отметить это изменение. Но в качестве критики, честно говоря, изменив что-либо и выйдя из раздела Project Notes, над таймлайном нет никаких меток о том, что у меня есть какое-то замечание к тому или иному моменту. То есть я должен обязательно переходить во вкладочку Project Notes, посмотреть, что у меня не так и уже дальше этот момент отработать. Также, в том случае, если у нас произошли какие-то изменения в клипе, я перенес наш клип куда-то в другое место, то синхронизация курсора здесь у нас теряется. Опять же, если я перейду на это место, то, как вы видите, я перешел вообще непонятно куда. Здесь хотелось бы от разработчиков, чтобы синхронизация оставалась в этих заметках. Со слов разработчиков, еще лучше стал инструмент Motion Tracking. На этот инструмент идет очень много критики от моих подписчиков, и я, честно, сам часто имею проблемы с неточностью в отслеживании движений элементов видео. Но посмотрим. Я обязательно сделаю на этот счет отдельный обзор. Большим плюсом в программе Vegas 19 стало то, что появилась регулировочная кривая, о которых так много просило профессиональных редакторов. Теперь мы можем, нажав правую клавишу мышку, добавить так называемую регулировочную дорожку. Вот она здесь появляется. И на эту регулировочную дорожку я могу теперь загружать любой эффект, перетаскивая. Появляется вот такая вот огибающая. И добавляя контрольные точки на эту огибающую, я могу уже регулировать влияние эффекта на видеодорожки, которые располагаются ниже. То есть у меня получится вот такой примерный эффект. В данном случае у меня этот эффект вообще не проявляется. Здесь он проявляется на все 100%. Для меня это очень классный и профессиональный инструмент, который я обязательно буду использовать в дальнейших своих проектах. Со стороны аудио ничего нового в 19-м Вегасе не было, как и добавление новых видео спецэффектов, к сожалению. Для тех, у кого есть подписка Vegas Pro 365, также появился ряд новых фишек. Открыв пункт меню Tools, мы видим, что появился пункт Vegas Hub логин. Это очень интересная штука, особенно для тех, кто очень часто работает с TikTok, Instagram или, например, создает YouTube Shorts. Мы можем устанавливать приложение, которое так и называется Vegas Hub, на свой смартфон, записывать видео с мобильного телефона и сразу же добавлять их в Vegas Hub, который предоставляет 50 гигабайт облачного пространства. И дальше мы можем синхронизировать нашу программу на компьютере с этим облачным пространством и автоматически подгружать в наш проект в Вегасе видеоклипы со смартфона. Очень классный инструмент в этом направлении. Ну и вторая очень интересная фишка – это Text-to-Speech. Полезность ее заключается в том, что мы можем набирать любой текст и искусственный интеллект в Вегасе будет его озвучивать. Причем озвучка, которую я слышал, она очень профессиональная и на высоком уровне и практически не отличается от обычного человеческого голоса. Еще одна крутая фишка – это в том, что мы можем ее использовать на абсолютно разных языках. Немецкий, испанский, китайский, французский – очень много языков уже под капотом имеется по умолчанию. Но, как вы видите, подобная подписка стоит около 20 долларов ежемесячно. Поэтому тут на усмотрение, конечно же, ценители программы Вегас. Также хочу сказать, что в программе Вегас Pro 19 появился кодек, который используется в профессиональных камерах все чаще и чаще. И теперь появился полноценно в этой программе. Это Black Magic Row. Теперь не нужно конвертировать отснятые видео, например, в MP4 и загружать их в Вегас. А мы уже можем напрямую загружать в данном формате видеоклипы в программу Вегас. В целом, хочу сказать, что программа Вегас 19 стала намного быстрее. Был оптимизирован рабочий процесс. Была также проведена оптимизация скорости рендеринга. И со слов разработчика, был переработан и оптимизирован динамический просмотр в окне предпросмотра. Посмотрим, как будет дальше себя вести программа Вегас. Но в целом, я очень приятно удивлен оптимизацией и скоростью работы данной версии программы Вегас. На этом у меня все. Кто уже попробовал, поюзал эту программу, обязательно пишите в комментариях, нравится вам или не нравится эта программа. Не забывайте ставить лайки и подписываться на этот канал. Всем спасибо и до новых встреч!